Здравствуйте, друзья! Ну что, Макита опять откладывает поступление запасных частей на месяц. То есть, ожидают они очень-очень большую поставку 30 ноября. Ну, тут они уже сказали железно. То есть, железно 30 ноября запасные части будут. А сейчас пока ситуация в Маките довольно-таки печальная с запасными частями. Ну, то есть, если это какие-то взять ходовые позиции, то есть, он на 24-70, 90-69 болгарка, там, 90-20 болгарка, ну и так далее. А это, как бы, вы этого еще не ощутили, потому что есть заменители. И также эти запчасти очень сильно распространены, они еще есть на складах у дилеров, у дистрибьюторов. Ну, также, если вдруг этого нет, то можно поставить заменители. Но если взять какие-то вещи, на которых не было заменителей, они на Маките закончились, и как бы их у дилеров нет. Потому что это вещи такие, как бы, не ломаются, но не так часто ломаются. И поэтому мы, там, сервисные центры, там, официальные сервисные центры, старались эти запчасти не держать. Ну, потому что они, как бы, стоят дорого, и, как бы, ну, не так часто требуются. Ну, не такая ходовая позиция. Ну, иногда, как бы, вот как сейчас, к примеру, отбойный молоток Макита. Видите, кусок от отбойного молотка Макита. О, кто не понял. То есть, отвалился кусок цилиндра. Это уже третий молоток, который нам принесли в течение месяца. Вот этого цилиндра на Маките нету. Так бы он там стоил, не помню, в районе, кажется, 10 или 11 тысяч рублей. То есть, все раньше такое было, мы не заморачивались, заказывали его на Маките. Все это приходило, все это менялось, все это оставилось и отдавалось клиенту. Сейчас ситуация немножко другая. Отбойник Макита стоит до хрена денег. Он стоит, в районе, кажется, 50 или 60 тысяч. То есть, вот из-за этого выкидывать его в Аризона никакого нет. И поэтому было принято решение взять аргонную сварку в мастерскую. У меня в мастерской, как вы знаете, есть, можно сказать так, условно, аргонная сварка. Но она работает больше, как полуавтомат. Потому что у нее не было импульсного оружия дуги. То есть, там нужно было так вот брать и прикасаться. Мы пытались научиться, но у нас там ничего не получилось. И поэтому у нас сейчас в мастерскую поселилась сварка от компании Кедр. Модель Multitig 2000P. Это чисто аргонный сварочный аппарат. Да, он еще может работать сваркой ММА, то есть обыкновенным электродом. Но нам это как бы так неинтересно. Нам больше интересна непосредственно сама аргонная сварка. И вот таких штук мы уже сделали две штуки. То есть, две вот эти гильзы мы уже сделали. Поставили, блин. И как бы пока у людей работает. В Телеграме я так немножко фотографию выкладывал. Ну, там зачистили швом. Я не стал хвастаться. Потому что, ну, не так просто научиться работать на аргонной сварке. И делать такие вот красивые швы, как показывают на ютубе там, либо в инстаграме. Но мы учимся. И довольно, как бы, получается нормально. Ну, то есть, по факту провар был нормальный. То есть, все зачистили, все было красиво. Стоимость человека мы зарядили в районе 10 тысяч рублей. То есть, данная сварка уже заработала в районе там 20 тысяч рублей. Поэтому, если у нас будет обзор, то есть, как всегда будет общий обзор. Разберемся с настройками. Тут настроек очень-очень много. Посмотрим комплектацию. Также разберу, посмотрим, что здесь внутри. Потом второе видео. Следующее видео уже выйдет, когда мы уже, ну, к примеру, опять Макиту принесут. Сварим на эту же гильзу или цилиндр. Либо что-то еще сварим. Потому что в отсутствии сейчас, на данный момент, запасных частей, вот такая вот сварка, как бы, будет зарабатывать денег. Ну, что, перейдем к обзору. О чем, как всегда, с комплектацией поставляется сварка в картонной коробке? Так сказать, в обрешетке из пенопласта. Комплектацию входит очень длинный рукав. Длина его 4 метра. Но электрод в комплектацию не входит. Должен сказать, пока мы научились более-менее работать данной сваркой, данных электродов мы очень много перепортили. Самогорелка, в принципе, стандартная. То есть, все как обычно. А вот сам держак у нас модненький. На держаке имеется 3 кнопки. Первая самая большая, я думаю, понятна. Это кнопка включения. И чуть ниже есть 2 поменьше кнопки. Это регулировать ток. То есть, больше делать и меньше делать. И вот это реально удобно. То есть, я испробовал, мне эта фишка довольно-таки очень здорово зашла. Больше, меньше. Не надо никуда подходить. Из-за этого удобства, что у нас на ручке есть органы управления, разъем у нас также имеет много-много контактов, чтобы этим всем управлять. Представляется у нас лицевую панель сварочного аппарата. Вставили и зафиксировали. Также, естественно, на рукаве у нас есть шланг для газа на быстросъеме. Тыкается рядышком. Щелк и все. По поводу газа лучше всего иметь 2 баллона. Один большой, а другой поменьше. Но об этом чуть попозже. Также комплектацию идет масса. В данном камеле не омедненный алюминий, а чистая медь. Но это даже по весу чувствуется. То есть мы сейчас не будем допускаться сегодня до того, что будем здесь стереть и смотреть это медь, либо не медь, либо измерять там реально там в нем 200 ампер есть, а может быть нет 200 ампер. Это сварочный аппарат профессиональный. На него даже можно сделать аттестацию. И поэтому здесь в нем все будет четко. Было бы хуже, аттестацию на него никто бы не сделал. Также в комплектацию идет шланг. От баллона до сварки. Шланг нормально, так в руки берешь, так нажимаешь, он чувствуется нормальная резина. Но есть недостаток. Его длина 3 метра. Вот нам, например, 3 метров не хватило. Пришлось использовать свой старый шланг. По подводке газа, я думаю, все понятно. Тут все по стандарту, в задней части сварки. Но с комплектацией вроде как и все. И переходим к общему обзору сварки. В верхней части у сварки имеется ручка. Размеры сварки где-то 45 и ширина 19. Лицевая панель у нас закрыта пластиковым щитком, который откидывается. И вот тут начинается самое интересное и самое пугающее. Куча каких-то обозначений, куча каких-то там цифр и тому подобного. Но только это на первый взгляд все кажется так сложно. На самом деле там сложного особо ничего нет. Давайте разбираться. Из органов управления у нас тут такая вот крутилочка. Но это не просто крутилочка. Это джойстик. То есть она может крутиться. Также она может вниз опускаться. Вверх, влево, вправо. Еще можно на нее нажимать. И вот этим маленьким джойстиком происходит настройка режима сварки. Включаем аппарат. Огонька во сколько, да, загорелась. Продувка срабатывает. Да я не сказал, сетевой кабель длиной 2 метра и такой вот резиновый довольно-таки нормальный. Оп, вентилятор выключился. Итак, что у нас здесь на табло? Ну давайте сверху начнем. Вверху у нас имеется два цифровых дисплея. Первый дисплей у нас отображает параметры. Сварочный ток в амперах, время в секундах и проценты с частотой. Второй дисплей у нас отображает напряжение холостого хода. Также на панели присутствуют обозначения. Ну начнем давайте с нижних обозначений. Эти обозначения обозначают режим сварки. Первое обозначение, вот оно сейчас установлено. Это режим TIG сварки с высокочастотным поджигом дуги. Берем джойстик вправо. Оп, нажали. Заморгало. Сейчас опять будет красненьким гореть. Это у нас уже режим TIG сварки методом касания. То есть, чтобы зажечь дугу, необходимо будет прикоснуться. В этом режиме с касанием, то есть, чтобы дугу зажечь, не пройдет, прикоснуться, бах, ну то есть, примерно как в ручной дуговой сварке. То есть, дугу зажгли и ведете уже. Мы пробовали. Куча электродов испоганили, нифига хорошего у нас не получилось. И третий режим, также щелк, заморгало и сейчас загорится. Это режим MMA, то есть, ручной дуговой сварки. Чуть левее у нас находятся четыре индикатора. Раз, два, три, четыре. Первый индикатор, это индикатор режима TIG сварки на переменном токе с квадратной формой волны. Второй индикатор, это индикатор режима TIG сварки на переменном токе синосоидальной формой волны. Третий индикатор, это индикатор режима TIG сварки на переменном токе с треугольной формой волны. И пятнадцатый режим это индикатор работы сварки на постоянном токе. Чуть выше находится индикатор режима работы сварочной горелки 2Т и 4Т. А чуть выше режимов 2 и 4Т настройки ручной дуговой сварки. Первое это у нас идет горячий старт, второе сварочный ток и третье форсаж дуги. Вот подстраивается сварочный ток. Смотрите вот перевели в режим ручной дуговой сварки. Что получается? Горячий старт. Ток. Горячий старт от 0 до 100. И форсаж дуги. Единственное что хочу сказать к этому джойстику, к этим переключениям нужно немного привыкнуть. И вот мы добрались до настройки ТИГ сварки. То есть такая вот кривая идет, она как бы изображает нам процесс начала сварки и потом процесс когда сварка заканчивается. Первое что у нас тут идет? Индикатор настройки времени продувки газом перед сваркой. Второе индикатор настройки тока поисковой дуги. Регулируется в диапазоне от 5 до 200 ампер. Следующее индикатор настройки времени возрастания тока. Следующий индикатор линейного режима сварки и индикатор импульсного режима сварки. Следующий индикатор настройки рабочего тока в линейном режиме или пикового тока в импульсном режиме сварки. Следующий. Тут написано баланс импульса. То есть это индикатор настройки баланса импульса. следующий индикатор настройки времени спада тока следующий индикатор настройки тока заварки кратера и предпоследний индикатор настройки времени продувки газом после сварки и последний индикатор линейного режима сварки и все это настраивается и подстраивается под разные виды материалов и на внизу по описанию под видео ссылочку оставлю чтобы понять кто так сказать досконально все хочет изучить его почитайте но не все так плохо если вы работаете с каким-то постоянными материалами то есть либо тонким металлом либо только с толстым металлом то есть постоянно настраивать иметь какие-то настройки есть память то есть настроили нажали и зафиксировали все в памяти устройство из для ремонта makita у нас будет одна программа для ремонта me to borrow говорят другая программа настройки постоянно не менять ладно давайте разбирать раскручиваем раскручивать будем топчиком кто видел видео что мы сделали с мини-максом эти тут шпинделят метаба стоит также мастерской открутили и скрываем еще снизу значит и держит вот он собственно вид нашего аппарата изнутри с одной стороны и другой стороны как видим собой старого стоит этот пластиковая защита который защищает плата вот она плата управления плата управления у нас залита из 3 некая не понятная штучка это датчик забыл сказать чтобы данному аппарату можно подключать также пульт и педаль но педаль как бы это понятно а вот пульт честно сказать я не знаю для чего нужно есть дистанционного управлять можно данным сварочным аппаратом аппаратом вас работает на 8 транзисторах вон и он там 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 было это управление дисплеем также зале так и люкан плату управления стоит трансформатор и не силен в электронных компонентах но так вот блин глаз сами видите сделано все довольно так достойно не сильно и силен ремонте сварочных аппаратов и поэтому с уверенностью обнимал сказать что да тут вообще все так офигенно визуально все сделано прикольно сами видели то есть провода как уложено ну то есть как бы всю залито блин вроде как все нормально если дальше углубляться ну просто честно я не хочу эти транзисторы тиристоры какой лучше какой хуже их там столько но это такой мутный лес получится мне проще как бы больше с электро здесь можно сказать будет у нас чисто в основном такая вот практика дача не забыл что сказать только сейчас заметил до этого мы работали работали оказывается сейчас попробовал оказывается из горелка гнется ну то есть специально подругу вы можете установить как вам удобно блин прикольному так мучились так вот поставил так удобно либо так удобно чем дальше тем больше мы уже регионная сварка нравится и так сейчас я соберу можете написать комментариях чтобы макиту метаба у метаба кстати также ломается но метаба там вообще запчасти нет если на макиту сейчас запчасти может быть придут на метаба нет запчастей и как бы ну приходится как-то изощряться тоже сейчас станок стоял у нас так всем в мастерской ну якоря только протачивали еще и все а сейчас не сейчас он стал уже работать и поэтому думаю данный сварочный аппарат за полгода этому стопудово окупится стоит ли его покупать для дома ну если вас финансы позволяют я думаю да если даже больше скажу в телеграм-канале вот буквально сейчас вот час назад пост сделал что можете сказать плохого по данному сварочного аппарата и на данный момент никто плохого ничего не сказал один человек написала это у нас на работу на тому станцию взяли такие две штуки работают все будут всем нравятся также человек написал это у нас он был уж на где-то такие купили привезли мы работаем все будет все нравится ты можешь да я данный сварочный аппарат выбирал непосредственно от отзывов других сварщиков да я знаю там есть другие сварочные аппараты но по данному сварочному аппарату негативных отзывов я ни от кого вообще не слышал и поэтому пишите внизу комментарий что вы хотели увидеть какую работу данного аппарата в каких режимах вы хотели я постараюсь это сделать данное видео будет выходить скорее всего на канале из мастерской и мы же там будем железки ремонтировать вот и как бы может быть тут если задумался о покупке будет посмотреть как он в таком либо в таком режиме работает но мы как и уже сказал тут есть память для ремонта макиты вот этого сама сама гильзу то есть или за цилиндра то есть такое поставлено сейчас там сбил все уже коля когда варил то есть он поставил в память все следующую по идее нужно было варить бы также с памяти зашел взял всю настройку и варишь придется ему похуже опять все заново настраивать всем понравилось данное видео подписывайтесь на канал пока